Всем привет, друзья! Это Elite Dangerous И сегодня у нас снова по стрелушке На этот раз будем летать на кораблике замечательном, который называется Крайт МК-2 И вооружился я только кинетикой, то есть будем тестить такой кинетический фит, скажем Корабль не сильно отличается от питона То есть, ну, трюма то, что у него поменьше слотов внутренних А так, в принципе, он очень похож на питон И здесь еще вдобавок можно ставить истребителя Ну, пробежимся по быстренькому по фиту и полетим, постреляем В общем-то, в оружие я поставил дробовики, три штуки Один с магазина и два двойной выстрела зажигательные Если я, конечно, не ошибаюсь, давно их делал Да, двойной выстрел зажигательный И поставил два орудия в слоты второго размера Одно из них снаряды большой мощности, бластер малого радиуса действия Второе, сверхразмер, тоже бластер малого радиуса действия Значит, в утилити маунт внешнее оборудование я напихал полностью туда усилители щитов В основном оборудование композит с реактивной поверхностью Смотри-ка, даже как-то она тут улучшена Жирная броня Жирная броня Ну, жирная броня со спецэффектом на жир, скажем так Далее, силовая установка идет Сейчас посмотрим Это бронированная силовая с рассеиванием тепла То есть она выделяет тепла 0,32 от возможных 40, ну, у стоковой силовой установки И она плюс нам еще и мощности побольше выдает Однако, это все эти улучшения, они в ущерб массе идут То есть добавилось 8 тонн к массе Ну, я думаю, это не критично Очень сильно это на маневр не должно повлиять Далее, маневровые двигатели Это у нас грязная настройка с ускорителями 5 гаек ФСД Распределитель гравитации Увеличенная дальность Система жизнеобеспечения Ну, я так понимаю, усиленная зачем-то Не знаю Распределитель питания идет на орудия, сверхпроводники Ну, получается очень быстрый заряд и большая банка с орудиями Для кинетики, в принципе, это разок зарядил эту банку И можно кубы перетащить на двигатель, на щит И пока потратится в оружейной банке энергия То есть можно стрелять все это время Особенно, если мы пользуемся кинетическим оружием Оно не сильно потребляет энергию с распределителя Сенсоры Сенсоры сканера дальнего действия Аж на 5 гаек зачем-то Это сильно увеличивает массу С 16 тонн до 32 в 2 раза Ну и угол сканированной цели Он не так важен На 30% уменьшился 21 градус вместо 30 стоковых Ну и топливный бак, соответственно В допках идет двухпоточный щитогенератор Это с ускоренной зарядкой Потом ангар для истребителя И наборы щита стражи И один набор усилителя корпуса Стыковочный компьютер Так, ну что ж Давайте поставим Посадим сюда В экипаж А, уже есть Странно, с корвета пересел Я корвет поменял Не знаю Или поставил уже До записи Не суть Ну что ж Вылетаем, постреляем Посмотрим Что с этим фитом можно сделать И как оно Ну, быстро ли он будет разбирать противников Поглядим сейчас все Пристегните ремни И всем приятного просмотра Продолжение следует... Прилетели в астероидный пояс Выпускаем наше оружие Выпускаем нашу небось Пускай нам помогает О, и как раз есть анаконда Первая жертва Замечательно Вылетая, истребитель Немножко коцнул себе щит Но он быстро заряжается Три в крыле Блин, что там еще с ним Истервятники Да, же скач Ну давайте анаконду сначала А потом, если что, будем убегать Субтитры сделал DimaTorzok Ух ты, протаранили меня Смотри, как жестко Истерятники Немножко кочком Сверху Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху Продолжение следует... разбивает силовую все готова кондо давай стервятника теперь готова и еще одного стервятника нормально щит сбили дробовики хорошо работают зажигательные по щиту и орудиями вот так щелк промазали по моему вот сейчас попадаем промахивается давай поближе они пытаются отстать командир они пытаются отстать командир уходят от меня в круиз добили нормально успел успели догнать его замечательно слушайте неплохо так вроде ну да дробовики будут быстро кончаться ну так же как и орудия но для короткого боя достаточно прикольно вот там какая-то стачка давайте туда слетаем посмотрим иглы ну маленькие совсем не охота как бы трудно попадать орудиями ну в принципе вообще кинетическим оружием которое на упражнение стреляет попадать трудно по мелким целям вот питон есть но по моему он как раз мирный его мне кажется вот эти вот бьют да иглы вот эти а вот есть ферделанс вот я не думаю что он мирный о силовую выберем у него он он в в в в в в в в Банку заряжает, ну дробовиками в принципе банку пересадить вполне себе реально Все, щит мы ему просадили, и сейчас будем с орудий по силовой установке ему бить, пытаться по крайней мере Он с плазмой Готово Ну вообще я его больше дробовиками разобрал, нежели орудиями О, еще анаконда есть Без крыла То есть по идее может быть она попрочнее будет, я заметил такую штуку, что если в крыле, то как правило анаконда послабже уже, когда одиночки они помощнее Ну по щитам, по броне побольше у них Хотя может быть это просто показалось Так, и даю на щит, даю на двигатель А в орудийной банке у меня нормально, я думаю на анаконду хватит разобрать Снимаем щит дробовиками Вот щита нету, и сейчас будем по силовой долбить его орудиями уже Не попали Попадают Попадают, и смотрите, разносят неплохо орудия Именно вот по модулям хорошо работают Промах То есть если попадать, они достаточно хорошо выносят О, прям в силовой ему залезли, хорошо Да, с маневром не очень у этого корабля Ну наверное так же как у питона, может чуть получше Все, силовой вынесли ему То есть смотрите, у него брони то еще приличное количество, а модули уже хана силовой То есть он сейчас, ну все свои модули не может использовать По идее Не должно хватать энергии ему Ну типа на восстановление щита может быть Вот на такие вещи Сколько нужно еще по силовой пострелять, чтоб он взорвался Готово Я не обратил внимания сколько там, но наверное половина корпуса у него оставалось Приблизительно, как думаю Но маневр мне не очень нравится у этого корабля На чифе как-то пободрее он рулится О, еще анаконда Странно, мне кажется все таки спаун кораблей В зависимости от того на чем мы летаем На корвете прилетаю, нифига тут Анаконды вот так вот не кишат одна за другой Вот ну нет такого Бустанем туда Дам пусть оружейная банка еще зарядится И на щит Ой, проскочил Ну непись натравим пока, чтоб он не бездельничал Уберем силовую установку у него Он пока за непись угоняется Дам на двигатель и на щит На двигатель побольше А в оружейной банке есть энергия То есть пока постреляем, если что потом даёт Опять проскочил, пока отрепался Давай-ка вот так его По щиту насыпем Файтера потеряли мы Все, щита нет, но у него файтер есть ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, будет поинтереснее... А Крайт МК-2, не знаю... Я еще попробую его противоторгойски собрать... Посмотрим, что из этого выйдет... Но это в другой раз... Вот... А на этом все... Спасибо вам за внимание... И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!